а что вы сейчас снимаете что это будет а вы об чем вы берете интервью вы выиграли конкурс все мы готовы александр здравствуйте привет рада вас приветствовать стенах нашей высшей школы останкина спасибо прежде чем начать интервью хотела вам задать вопрос а любите ли вы вообще давать интервью мне безумно в жизни провел повезло потому что я люблю болтать и разговорный жанр это один из моих самых любимых жанров поэтому мне только дай возможность поболтать я буду болтать до следующего утра так что это здорово значит мы продолжим но я ненавижу интервью с одними теми же вопросами то что очень часто приезжаешь какой-то город к тебе приходит журналист который готовился и он тебе задает те же самые вопросы которые тебе уже задавали миллион раз поэтому я люблю когда вопросы необычные или даже если он про что-то похожее но хотя бы как-то интересно перефразировано или интересно подано так что проверим как вы готовились справишься этой осенью стартовал ваш проект и первый вопрос каково это когда программе ваша фамилия на самом деле я до сих пор смущаюсь от того что программу назвали моим именем это не моя была идея это идея наших генпродюсеров вячеслава руговый антона федотова которым я очень благодарен что они поверили в меня и в мою идею переформатировать проект потому что на самом деле на стс я уже пятый год и четыре с половиной года в эфир выходил шоу успеть за 24 часа который в принципе для меня когда-то придумывалась под меня я непосредственно участие принимал в разработке формата и все четыре с половиной года был не только ведущим но и таким серым кардиналом проекта а теперь проект не только для меня является проектом где я веду и стилизую я еще являюсь креативным продюсером теперь так что если титров внимательно прочитайте посмотрите там будет написано креативный продюсер александр рогов поэтому для меня это конечно новый ступень и новый шанс заявить о себе себя показать и я наставил на том чтобы студия 24 было названием дом очень долго думали не слишком ли похоже название на новостейную программу и собирали какой-то консилиум все решали ну как обычно на телевидении все все очень серьезно ко всему относится я говорил ребята расслабьтесь люди знают что в этом в этот таймслот на стс не могут выходить новости это не новости а и почему студия 24 потому что я хотел чтобы была какая-то отсылка все-таки к шоу успеть за 24 часа и оставить эту цифру узнаваемую уже но потом к названию прилепилась моя фамилия но это шоу не сможет вести никто другой всем привет с вами я александр рогов вы смотрите новое шоу на канале стс рогов студия 24 самое быстрое самое модное и самое нужное пресс-релизе сказано о том что эта программа предназначена не только для того чтобы подобрать очень модные образы но и за счет моды примирить людей вот что это значит и откуда такой формат идея именно я я давно мечтал чтобы шоу переформатировалась потому что в целом на всех каналах сейчас присутствуют проекты по преображению когда приходит никто в большинстве случаев это несчастная серая мышь которую все преображают хлопать в ладоши говорят что теперь ты прежней не будешь во первых мы никогда такого нашим героиням не говорили и я всегда считал что наше шоу это шоу про вечер конкретный в которой героиня себя увидела и поняла какой она еще может быть и после проекта она уже решает на хочет поддерживать этот имидж или не хочет и мы здесь так философски к этому подходили но я точно знаю что еще больше эмоции у героя будет в тот момент когда он не только себя новым увидит но еще выйдет кого-то кого от него в тайне тоже преображали то есть я хочу больше накал я хочу больше страстей в программе поэтому мы и зовем теперь пары это пары совершенно разные мы не ведем речь о мужа и жене здесь могут быть и сестры и мамы дочки и бабушки и внучки мне самое главное чтобы эти люди состояли в какой-то связи то есть если это две подруги то и если их не устраивает внешний вид друг другу но не дружите соответственно здесь нет драмы мне нужна драма в том случае когда к нам приходит реальная пара которая не может просто расстаться потому что это реально близки друг другу люди и мы искренне считаем я и моя команда что при помощи новых образов новых разговоров нового внешнего вида реально людям показать какими они еще могут быть примирить их друг с другом потому что главная фишка не в том что мы преображаем а в том что они к нам пришли преображаться не для себя ради друг друга мама готова рискнуть на то что я постригут покрасит и переоденут во что-то что и не свойственно а дочка готова рискнуть ради мамы и в этом основная соль это сейчас про это говорю у меня мурашки я кстати смотрела буквально недавно 4 выпуск как раз таки была история мама и дочери да и и это было очень трогательно особенно в конце когда они обнялись очень и мы в принципе делаем программу ради вот этого объятия то есть все что происходит оно происходит не ради телека я вообще на телевидении работы не потому что у меня по телеку покажут а потому что мне искренне нравится то что я делаю мне нравится этим заниматься и параллельно это фиксируют на видео вот и все и шоу делать ради финального объятия и ради финальных все что мы потом скажем что там будет происходить я модератором я могу вы вытянуть любую информацию но вот этот первый взгляд его не сыграешь и когда герои видят себя реально впервые в зеркале это реально снимается такого в других шоу на нашем телевидении нет это делаем только мы у нас реально герои закрыты они не видят себя до последнего нас нет зеркал в туалетах водим просто в специальных чехлах то есть это принципиальный момент для меня и шоу делать ради двух ахов первого героя второго героя и ради вот этого финального объятия это невероятное ощущение и когда ты снял очередной выпуск ты получаешь сообщение от героев они пишут спасибо большое мы действительно сейчас изменили стали по-другому мыслить это собственно самое главное похвала и я понимаю что то что я делаю я делаю правильно я делаю искренне делаю от души и вам тоже тебе советую только с душой ко всем делам подходить спасибо на что вы обращайте внимание когда видите телеведущего на экране надежду как он одет или что-то вообще мне повезло что у меня нет прав деформации мне нет такого что я кого-то вижу сразу начинаю анализировать и думать чтобы я сделал изменил я уже устал от этого соответственно у меня нет первой мысли чтобы я исправил но иногда такие мысли конечно же появляются когда ты понимаешь что можно было бы усовершенствовать или пойти чуть дальше или можно было бы чуть больше поэкспериментировать но опять-таки есть очень много условностей почему ведущий того или иного канала выглядит так почему ведущий презентован именно в таком образе первый канал это определенная аудитория стс это другая аудитория есть тнт на котором вообще нужно фриковать и максимально провоцировать поэтому даже если что-то мне не нравится пытаюсь понять почему ведущий сейчас выглядит так почему этот человек в кадре одет таким образом почему он так себя ведет скорее всего это какая-то абсолютно оправданная обоснованная игра понятно что очень многим телеведущим сейчас помогать стилисты подбирают им образы но как быть корреспондентом то есть это те люди которые находятся или в кадре за кадром и к сожалению им не подбирает стилист какой-то образ чтобы он ходил дайте рекомендации как вот быть есть рекомендация вообще на самом деле самая главная рекомендация не только корреспондента вообще всем людям и сегодня на мастер-классе моем здесь я об этом скажу это уместность нужно понимать куда вы идете зачем вы туда идете кого вы там встретите во сколько это происходит то ли вы делаете сюжет из государственной думы или вы делаете сюжет можно с модного фестиваля поймите что там происходит что там будет для вас важным о чем ваш сюжет будете вы работать в кадре или не будете это очень странно когда репортаж например с какого-то не знаю официального места происходит корреспондент выглядит ну скажем так слишком повседневно и базово например наверняка вы знаете есть огромный кинофестивали типа каннского или есть премия оскар куда даже корреспондентам фотографам вход запрещен в обычной одежде они должны прийти в смокингах в белых рубашках и галстуках это очень важное условие и здорово что там это условие есть я хочу чтобы все остальные взяли для себя это в качестве примера и одевались уместно и свежесть хороший запах изо рта отсутствие запаха пота еще никогда никому не вредили золотое правило согласна своем полосе скажите пожалуйста если у вас определенный типаж телеведущих то есть сейчас данный момент но на самом деле мне кажется сейчас время интересных нестандартных персонажей и интересных личностей и если телеведущий персонаж его интересно рассматривает разглядывать за ним наблюдать то это попадание в точку типажа конкретного у меня нет вообще сейчас мы живем в то время когда нет условностей и нет уже вот этих стандартов канонов красоты что у всех должны быть такие-то брови или такие-то скулы и такая-то прическа чем уникальнее чем более необычно выглядит ведущий или любой другой человек тем круче поэтому здесь типажа не точно насколько тренды стиле телеведущих америки европы россии различна или они схожи ну на самом деле я смотрю очень много телевизионного продукта и вообще считаю что если ты работаешь на телевидении то обязан телевидение любить не только как процесс в котором ты задействован но еще и как продукт я смотрю телевизор перманентно я не слушаю музыку у меня всегда дома работает телевизор я смотрю все каналы начиная западных заканчивая российскими я вижу особенно все шоу касаемые преображений для меня это очень важно понимать что делают другие каналы как они выстраивают съемку как они выстраивают монтаж как появляются ведущие что они говорят о чем они говорят как они презентуют то о чем они говорят поэтому мне кажется что американское телевидение более серьезно подходит там к тому как выглядят ведущие и там все более проработанные вообще шоу-бизнес западной конечно более четкие они четко понимают что они делают зачем они это делают и у нас все очень часто идет же вопрос экономии очень часто нет средств нет денег не денег на стилиста нет денег на человека который будет отвечать за картинку и в итоге ведущие сами ездят по шоурумам собирают себе вещи вот недавно а камни в шоуруму бренда прижала ведущая первого канала и говорит, ой, у нас вот нет стилиста, сама езжу по шоурумам, собираю себе вещи. С одной стороны, это хорошо, но при этом можем увидеть Екатерину Андрееву на первом канале в новостях в жакете, которая к новостной программе вообще не имеет никакого отношения. Может быть, видели этот скандал, нет, с жакетом Сен-Лоран? К сожалению, с жакетом нет. Классно, что она может себе купить жакет Сен-Лоран дорогой, который стоит 300 тысяч рублей, но выходить на первом канале в новостях в этом жакете, ну, странно. Поэтому мне искренне жаль, что очень многие телевизионные продюсеры, телевизионные форматы не понимают необходимости вложения в то, как ведущий, как люди в кадре будут выглядеть. И очень часто именно это делает шоу менее дорогим визуально. Многие экономят на том, как будет выглядеть ведущий, и при этом не экономят на классном свете. Но если ты классный свет поставил на человек, который плохо одет, или у него плохая прическа, или не было визажиста, и ведущая накрасилась сама, то грош цена тому продукту, который ты делаешь. У меня есть правило одно очень важное. Когда я что-то делаю, и всем мы об этом правиле всегда рассказываю, я пытаюсь представить, что меня или мой продукт по телевизору увидит не тетя Маня какая-нибудь из Урюпинска, которая ничего не соображает, а у меня увидит, ну, не знаю, главный редактор какого-то крутого модного журнала. И он скажет «О, эта программа, конечно, не на меня рассчитана, но картинка очень крутая». То есть все, что я делаю, я делаю, думая о том, что меня посмотрит кто-то. Интеллектуальнее меня, умнее меня, продвинутее меня, или как минимум человек моего уровня, а не просто кто-то, кому что не покажешь, им это понравится. Поэтому это очень важно, и об этом помнить нужно всегда. Хотела вам сделать комплименты. Вчера я видела вашу новую коллекцию, которую вы выпустили. Очень здорово. Спасибо. Какие у нас основные цвета? У вас розовые, желтые. Правда, видела? Видела. Хорошо. Так вот, я к чему? У вас там очень много принтов в клетку. И очень многие операторы ругаются, когда телеведущих видят клетку. Вот как избавиться от этого? Ну, то есть не избавиться как избежать, чтобы вот, например, надеть ваш, из ваших колец какой-нибудь костюм и выглядеть как-то круто. Но мы не делаем вещи для кадра. То есть я делаю вещи как дизайнер, не думая о том, что их придет какая-нибудь телеведущая брать для того, чтобы надеть в кадр. И, кстати, надо еще проверить, стробит наша клетка или нет, потому что не все клеточки стробят. Есть полосочки и клеточки, которые стробят, а есть те, которые не стробят. Кстати, хорошая идея проверить, стробят ли наши жакеты и костюмы. Потому что, когда я работаю как дизайнер, я не думаю про то, будет ли мой жакет сниматься в каком-то телешоу. Я думаю о том, что его кто-то наденет. У меня есть свои референсы или моменты, которые меня вдохновили. Например, на клетку нас вдохновили скатерти клеенчатые обычные из дешевых кафе. Вот эти красно-белая клетка. И мы подумали, было бы классно сделать что-то из такого рисунка, при этом, чтобы это была носибельная одежда. Поэтому из скатерти мы сшили сумки, сшили жакеты, юбки, всевозможные головные уборы. В общем, здесь я, как дизайнер, не думал о телевидении, честно вам скажу. Но при этом у нас есть вещи, которые стробить не будут точно. У нас есть цветочки, кошечки, собачки и розовый цвет. Это я заметила. Жакет с одной пуговицей, это вообще прям топчик. Спасибо. Еще один вопрос. Нам всем телеведущим, так сказать, будущим телеведущим Школы Останкина, интересно, дайте рекомендации пошагово, как стать телеведущим, то есть как попасть на телевидение, только вот без вот этих вот утверждений о том, что нужно идти вперед до конца. Сейчас расскажу все. Во-первых, нужно идти вперед до конца, верить в свою мечту, двигаться к своей цели. На самом деле у меня есть ответ, потому что я сам через все это прошел. Я мальчик из поселка Рассвет Тульской области, который всегда мечтал работать на телевидении. Но когда мной руководило исключительно желание появиться на экране, у меня ничего не получалось. Если вы идете на телевидение просто потому, что вы хотите, чтобы вас показывали, и вы считаете, что вы какой-то вообще невозможный креативный персонаж, и вы хотите просто в телек ради автографов узнавания на улице, можете забыть об этом мечтении, факт, что у вас получится. Но когда вы идете на телевидение, потому что вам есть что сказать, вы действительно считаете, что это ваше место, вы хотите этой кухни. Потому что очень многие думают, что телек это так легко. Ты пришел, тебе микрофон на деле, ты встал перед камерой, начал говорить подводки, потом пошел домой. Ко мне вчера на презентацию пришла моя подруга Лена, она занимается SMM-технологиями. Она сказала, Саш, мы решили записать мои уроки про SMM. Я думал, это так легко, я сейчас стану перед камерой, там и слишком накидал, быстро расскажу. И она сказала, я просто обалдела. Вообще, как вы работаете в кадре? Вы должны говорить, вы должны помнить, какие слова, где вы произнесли, чтобы не было тавтологии. У вас еще в ухе стоит редактор, который что-то тебе параллельно говорит, а ты не должен отвлекаться. А всем кажется, что это очень легко. И очень многие люди хотят в телек, потому что им кажется, что это воздушный волшебный замок и какое-то сказочное пространство. Это не так. Сложнейшая работа, когда ты не спишь, ты не ешь, ты стоишь в кадре по 12 часов. Моя смена шоу Рога в студии 24 длится 17 часов. Я даже сесть ни разу не могу. Потому что мы реально за день снимаем программу. У меня и подводки, и встречи с героями, интервью, после этого переодевания. Еще я должен как стилист правильно собрать одежду, снять финал. Все должно быть эмоционально. Я поесть не могу в этот момент. А людям кажется, что это так здорово. Я в кадры вбежал, что-то там похихикал, и 48 минут в эфире они увидели меня такого жизнерадостного. А то, что на самом деле это адская работа, я встаю в 5.30 утра, для того, чтобы приехать на площадку в 7.30, чтобы в 8 выйти в кадр с микрофоном и в хорошем настроении. Поэтому если вы идете в телек, вы не должны идти туда, потому что вас тщеславие туда манит. Тщеславие это хорошо, меня тщеславие в телевизор привело. Но пока я не понял, зачем я хочу это делать, у меня ничего не получалось. Я провалил все кастинги, я приходил на отборы и прошел, поверьте мне, ни один кастинг, который я провалил, мне после него не перезвонили. Это классическая фраза. Мы вам позвоним, это значит, что можно, в принципе, попрощаться. И почему это происходило? Я приходил на кастинг и начинал кого-то из себя изображать того, кого, как мне казалось, хочет вот эта комиссия увидеть. А эта комиссия хочет человека увидеть. Если вы придете на кастинг и не будете изображать какого-то там Васю, которым вы не являетесь, и играть перед камерой, а скажете то, что вы чувствуете на самом деле, например, ой, я стесняюсь, сейчас переживаю, боже, я раскраснелся. Так-так-так, дайте мне две секундочки, я сейчас придумаю, что скажу. И вот в этом проявляется ваша индивидуальность. И люди хотят и индивидуальности, хотят человека, за которым захочется смотреть, которого захочется наблюдать. А если в кадре фейк, камера все это обнажит, и она вытащит всю эту фейковость наружу, и тебе никто никогда не поверит. Поэтому мы идем в телек, только тогда, когда мы понимаем, зачем мы туда идем, что мы хотим сказать, о чем мы хотим повествовать из экрана, и кто потенциально ваша аудитория. Как только я это понял, что я хочу работать на телевидении, делать моду, что я хочу делать мои ковер-шоу, я всегда фанател от всех этих программ по преображению, и когда-то появился снимите это немедленно на СТС, я еще живу в Туле, мне казалось, что это просто вот ровно то, чего я хочу. И не надо бояться какой-то черной работы на телеке, черную имею в виду, закадровую, всем кажется, что звукооператор, оператор, ну это так, люди, которые на кнопочку нажали, это не так. Они не менее важны на площадке, чем ты, чем тот человек, который в кадре стоит. Поэтому не надо бояться и редактором поработать, и администратором, и ассистентом режиссера, увидеть всю эту кухню изнутри. Я и администратором был, и ассистентом режиссера я был, и выпускающим редактором. Поэтому не надо думать, что это какая-то волшебная история, волшебная сказка, где вам придется просто приезжать на съемочную площадку, делать грим и радоваться своей жизни. Это не так, это сложнейший труд, и когда это осознание придет, тогда вперед, долгий путь мой путь занял лет 12 к тому о чем я мечтал поэтому готовьтесь к тому что не случится завтра или послезавтра такое бывает конечно там тебя вызовут на кастинг придешь как всех удивишь свои шевелюры и красной береткой все скажут о это вот та девчонка которую мы искали а может быть этого не случится это будешь ходить 10 лет на кастинге потом разочаруешься опустишь руки и случится тот кастинг который должен был случиться у меня так было я реально в какой-то момент понял что все я уже нет я уже буду спокойно заниматься модой стайлингом в телек не хочу и меня позвали на кастинг на котором я наконец был собой на который пришел сказал ребят мне 15 минут что надо сделать несколько лет закритикуют эту девочку скажи что не так и в принципе все я сказал что хотел ушел через полгода звонок александр вы прошли первый тур и первый тур чего как кого ну кастинг вы приходили на на тнт перезагрузкой грика успеешь забыл приезжайте на второй тур приезжаю вторую то же самое и вообще не хотим кого удивлять не было мало времени мы были съемки я сказал давайте опять что надо сделать мы год меня выбирали год шоу кастинг на программу перезагрузка который до сих пор выходит в эфир нд потом мы сняли еще 4 пилота и 4 вышел только в эфир поэтому надо готов быть готовыми к тому что это долгий путь сложный не всем везет не все все получится мы обязательно точке да она меня останавливает и не знает что меня остановить невозможно но на самом деле я могу долго об этом разговаривать и вот буквально через пять минут я думаю начнем уже мой мастер-класс я обо всем расскажу поподробнее договорились с вами было безумно приятно общаться спасибо вам